Привет, с вами Виталий Буц, с вами у Мерси Ньюз. Вчера я делал ролик о том, что Элизиум, порнофильмы и группа Йорш отказались от участия в фестивале «Нашествия». Сразу после того, как я его закачал, я узнал, что от фестиваля «Нашествия» всё по тем же причинам отказались также группы «Дистемпер» и «Пошлой Молли». В целом я никогда не думал, что буду на нашем канале так плотно обсуждать фестиваль «Нашествия», да ещё и на протяжении двух выпусков. Ну, потому что «Нашествия» так или иначе, как ни крути, ассоциируется с русским роком, а русский рок — это всё-таки немножко не наш формат. Но тут уже не совсем про музыку, тут более интересная история. Обычные люди в обычной жизни часто вынуждены прогибаться под давлением властей, но тут немножко другая ситуация. В данном случае они имеют дело с рокерами, а рокеры, если они, конечно, труштые, настоящие, им свойственно иметь яички, иметь свою позицию и отстаивать её. Так вот, «Дистемпер» написали в своей группе ВКонтакте о том, что до последнего планировали принять участие в фестивале «Нашествия», где со сцены планировали поднять вопрос о расизме и, в частности, высказать своё недовольство тем, что на фестивале «Нашествия» выступает группа КВТ. Кто ещё не читал этот пост, сделать это вы можете в их официальной группе ВКонтакте. Но в итоге возвращение пропаганды «Милитаризма» на фестиваль стало последней каплей, заставившей «Дистемпер» отказаться от участия. Вчера тараканы выложили вот такую вот забавную картинку. Кстати, чуть меньше года назад мы брали большое интервью Дмитрия Спирина, в котором он рассказывал о военной технике на «Нашествии», и прочих «Милитаристических штучках» и их «Антимилитаристическом пацифистическом сете» на этом фестивале. Знаете, ребят, ситуация с танками не изменилась. У нас, в общем-то, всё то же самое. И тут мы такие думаем «Ага, намёк ясен, чё?» Я прочитал много комментариев и увидел, что некоторые люди искренне не понимают, почему военная техника на музыкальном фестивале — это плохо. Есть такие, кто пишут, что цитата «К войне нужно быть готовым всегда». Есть такие, кто осуждает отказавшиеся от участия группы, мотивирует и тем, что цитата «Для них политика важнее, чем музыка и чем их слушатели». Это, конечно, бред, потому что политика — это когда на музыкальный фестиваль вторгается власть и продвигает там свои темы. Отказавшиеся музыканты как раз наоборот выступают за то, чтобы на этом фестивале не было этой политики, не было этих танков, этих пушек, а была только музыка. Ну, представьте, например, что ваш друг пошёл на фестиваль нашествия послушать, ну, скажем, группу «Дистемпер». Там подошёл к стенду Министерства обороны, Министерство обороны нашли правильные слова и смогли убедить его записаться в ряды. Позже его отправляют куда-нибудь в горячую точку, а ещё недели через две его тело в коробочке возвращают маме и говорят о том, что он был хорошим солдатом и патриотом. Так вот, я прекрасно понимаю условную группу «Дистемпер», которая не хочет быть частью всего этого. Возвращаясь к нашествию, когда одна-две группы отказались от участия, организаторы ещё могли сделать вид, что ничего не происходит. Но когда этих групп становится всё больше, а я не исключаю, что в ближайшие пару дней этот список будет расти, то отмахнуться от такого будет уже сложно, и люди просто не смогут не обратить внимания на эту проблему. Ещё в интернете я увидел забавный мемчик, символизирующий, что все приличные группы откажутся от участия в фестивале нашествия, и его лайнап станет вот таким. Вообще, в оправдание организаторов фестиваля нашествия, я думаю, что по большому счёту они и сами не рады такому сотрудничеству с Министерством обороны, но попробуй им откажи. Такие структуры отказов не принимают, и вся эта ситуация весьма печальна. Кстати, есть и полярные мнения, например, Дэн Хромых, в прошлом гитарист групп «Трактор Боулинг» и «Таракан», а сейчас музыкант группы «План Ломоносова», сказал следующее. По поводу нашествий 2018, танков, милитаризма и всего остального. Нет, отказываться от выступлений на фестивале мы не намерены, при всём нашем небольшом конфликте с нашим радио. Я не фанат нашего радио, но я отношусь с уважением. Более того, именно на фестивале нашествия как-то раз я был бит ОМОНом за резкое высказывание в их сторону, за то, что они били людей в далёком 2004 году. Во время выступления «Трактор Боулинг». Видимо, за это он их зауважал. Почему мы не будем отказываться от выступления на нашествии и поддерживать, так сказать, коллег по цеху? Во-первых, это не наша идея. Во-вторых, играть напротив танка, панк-рок и высказывать свою позицию в дуло и в лицо этому самому милитаризму, по мне, так намного экстремальнее и веселее, нежели сидеть дома и злиться на весь этот мир. Но мне кажется, что выступление напротив всех вот этих вот танков может быть расценено как поддержку этих идей милитаризма. Грубо говоря, это у них на корпоративе. Так вот, Денис продолжает. Нет, наша сила в музыке, наше оружие, наши инструменты. Если мы перестанем играть, мы не сможем говорить посредством музыки. А как поется в одной песне «Тишина – это смерть» – вот мое мнение. Какую сторону в этой ситуации выбрали бы вы? Пишите в комментарии всё, что вы об этом думаете. Кто не видел первый вчерашний выпуск «О нашествия», ссылочка на него будет в описании. Всем мир, занимайтесь музыкой, а не войной. Хорошо, мы немножко затронули 15-й год, фестиваль «Нашествия». Что после этого произошло? Вам как-то что-то высказали или просто перестали занимать, перестали общаться? То есть больше вы не участвовали? Значит, сразу же по окончании нашего выступления, Когда мы сошли со сцены, было заметно, что в бэкстейже происходит что-то не очень приятное, Какая-то тревожная суета, какие-то не очень добрые взгляды, что-то такое. Значит, как в обычном режиме, артист, только что отыгравший на главной сцене «Нашествия», Ему даётся 5-7, может быть, 10 минут на то, чтобы он вытер рок-н-ролльный пот и одел сухую футболку. Приходит девочка пресс-атташе в фестивале и препровождает его в тент, В котором он немедленно проводит пресс-конференцию. Я, в общем, тоже ожидал, что со мной это сейчас такое произойдёт, Но девочка, пришедшая за мной, огорошила меня новостью о том, что пресс-конференции с нами не будет. Далее пришёл турменеджер и сообщил, что нам отказали в ужине. Значит, микроавтобус у нас был, слава богу, свой собственный, Поэтому никто нам, как бы, ну, там, урезать бюджет транспортный не имел возможности физической. Тут же менеджер группы Николай Дорошин отвёл меня в сторону И рассказал о том, какой кипиш был во время нашего выступления, О том, какое негодование наши слова на сцене вызвали у руководства нашего радио, У тогдашнего, подчеркну это слово, руководства нашего радио, И у администрации, собственно, фестиваля. Вот. Тогда я не придал этим словам особенного значения. Мы погрузились в микроавтобусы и уехали с территории фестиваля. Вот. И в течение нескольких недель после этого происходили определённые события. Например, до нас донеслось известие о том, что все наши треки убраны из ротации. Наш тогдашний менеджмент пытался решить этот вопрос каким-то образом. В рамках попыток вернуть треки обратно в ротацию мы ездили с Николаем на встречу с теми людьми, которые тогда занимались организацией фестиваля нашествия. У радиостанции был, а может быть, есть до сих пор, специальный отдел какой-нибудь. У их холдинга, ультрапродакшн, есть специальный отдел, занимающийся концертами, в числе прочего, фестивалем. Вот. На этой встрече эти сотрудники попытались объяснить мне, что они сами никоим образом не являются людьми воинственными, не являются людьми, которые бы разделяли милитаристские чувства относительно тех или иных стран, наций, территорий и так далее. Что их сотрудничество с Министерством обороны – это один из способов выживания их фестиваля в столь нелегкую годину для русского рока. Что это всего лишь только один из таких аттракционов, развлечений, которые они устраивают для своей публики, и публике это нравится. А я своими подобными заявлениями, а скорее даже тоном, и это было подчеркнуто несколько раз, что дело было не в контенте, а в том, каким образом этот контент был преподнесен, оскорбил их, обидел их, обидел их партнеров из Министерства обороны, что фестиваль этот они себе представляют как некую свою собственную вотчину, как если бы я пришел к ним в гости и насрал бы в передней, грубо говоря. Честно могу сказать, что подобное отношение организаторов фестивалей к своим мероприятиям меня просто поражает и поражало всегда. Потому что эти люди забывают, что на самом деле любые организаторы, любые промоутеры, любые подобного рода инициативные люди или бизнесмены, и или бизнесмены являются всего лишь только прослойкой, медиумом, да, то есть посредником между публикой и артистами. Встреча между которыми и есть главный смысл любого публичного массового мероприятия с музыкой. А они всего лишь только организуют его, пытаясь или не пытаясь извлекать прибыли из этой своей деятельности. Они же попытались, попробовали во время этого разговора представить ситуацию таким образом, что ну вот как бы это их хорома, а я пришел и со своим уставом в чужой монастырь вломился, что называется. Короче, в общем, в результате того разговора мы каким-то образом договорились о том, что мы не враги друг другу, мы плюс-минус за все хорошее и против всего плохого, несмотря на то, что разными методами пытаемся мир на всей земле, способствуем миру на всей земле. Треки через некоторое время были возвращены в ротацию, правда, у меня есть подозрение, что это связано с уходом из высшего руководства холдинга, одного из тех начальников, который особенно бушевал в бэкстейдже во время нашего выступления. Его говорят, там что-то не стало, куда-то его перевели, не хочу его называть сейчас фамилия, и треки наши вернулись, а после этого станция взяла в ротацию еще несколько новых песен. С тех пор прошло уже два фестиваля нашествия. Но вас от греха подальше не берут, да? Нет, нет. Мягко интересуюсь по поводу перспективы выступления тараканов, что на нашествии 16-го, что на нашествии 17-го года, мы получали ответ, но, знаете, ребят, ситуация с танками не изменилась, у нас, в общем-то, все то же самое. И тут мы такие думаем, ага, намек ясен, че? Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok